Меня зовут Любовь. Я БФМ узнала от подруги, у которой серьезно болен ребенок и она просто на мне тренировалась. Я ничего не спрашивала, я ни о чем вообще вопросов не задавала. Мне было вообще это не интересно. На тот момент с моим ребенком все было в порядке и я даже-даже. Но у меня после его тренировочных заходов перестала болеть спина совсем, которая болела с 20 лет. Лет 20 она у меня болела безостановочно. И в общем очень многие издвиги в здоровье в собственном. Я на себе это почувствовала. А где-то года два ребенку было, случилось расстройство аутистического характера, расстройство, как это называется правильно, не знаю, задержку развития ставили. В общем мы в итоге сбежали на берег моря, чтобы жить ближе к природе, ходить босиком там и прочее, прочее. И я, глядя на подругу свою, пошла учиться. С пятнадцатого года я учусь и соответственно работаю со своим ребенком постепенно, постепенно и постепенно. Сейчас он учится. Закончил третий класс с тремя четверками, остальные пятерки. То есть все у него в этом смысле все в порядке, но очень много работы с телом, которое растет, пацанское тело. И есть спастика, например, в районе ключиц, в круговую. Поэтому получается, что ставят, очень часто ортопеды ставят сколиоз в этом случае, а на самом деле это кифоз. Когда не дают раскрыться спастика, не дают раскрыться ключицам в процессе роста, подгибается позвоночник. То есть ребенок становится как бы согнутым вперед и идет разница уровня лопаток. То есть вот эту историю закрыли просто через десять сеансов у специалистов. Все. Лопатки ровные, спина ровная, осанка ровная. И дальше все также идет ровно. Он занимается плаванием. Ну получается пока средне. Ну в общем плавает он уже хорошо. Техника плавания теперь будет точиться сколько он захочет. В общем я его грузить не собираюсь. Но плюс к нему естественно там и все и ноги и руки это естественно. Все он дальше будет расти. Дальше я буду с ним заниматься. Мама 72 года. Начала я заниматься с того, что она по лестнице спускалась и поднималась на одну ступеньку обе ноги, на следующую ступеньку по очереди обе ноги. То есть только так. Коксартроз тазобедренного сустава с одной стороны точно, с другой стороны под вопросом. По-моему не помню. Левая левая точно, правая под вопросом. Сейчас у меня мама носится по лестницам не замечая особой даже высоты ступенек. Потом что у нее еще больная поясница, больная. В общем очень много букет болезней. Но выглядит на свои 72, она лет на 60. Бодра цветет. В принципе диету нарушает уже периодически. Но как только ее что-нибудь прихватывает, она немедленно на стол. У меня глазки значит строят что? Почините-ка меня быстренько. Чиню. Курсами проходим наверное раза три в год. Курсами. Ну и прихватываю когда надо. Вот когда просят. Случается уже в округе люди травмированные. Я еще пока не практикую так, чтобы практиковать. Но вот у мамины знакомая сломала ногу под Новый год. Я с ней занималась несколько месяцев. То есть она еще пока прихрамывает. У нее очень неприятно. Там противный сложный перелом голеностопа со скольчатым там отскоком, разрывом, связок. В общем тяжелая история. Но такие как она, ее знакомые ходят с палочкой до сих пор. Примерно того же из травмы, того же уровня. А она еще хромает, но ходит спокойно. Ну в смысле ходит без всяких, без опор. И где-то сеанса два-три надо, чтобы человек, почувствовав на себе вот это вот хороший вдох, хорошего тела, хорошей жизни. Он начинает приходить и говорит, что давай продолжать. Первый раз там, второй раз можно не прочувствовать. Но после третьего все приходят. И все говорят. Давай будем продолжать. Так что я учусь. Буду тоже продолжать по максимуму всего учиться. Буду работать с теми, до кого дотянусь. Спасибо.